Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики, студия Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. Рост Недра планирует перезапустить использование месторождения и привлечь для этого инвестора в Лаганский район. В 2023 году продолжится развитие нефтегазового потенциала Калмыкии. В республике находятся четыре особо охраняемые территории федерального значения 19 регионального. Вся заповедная система страны отмещает свой профессиональный праздник. Река Элистинга расчищена до наступления весенних паводков. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает, что подрядчик выполнил все работы. Глава Калмыкии Бату Хасиков поделился. Вне зависимости от ценовой конъюнктуры, полезные ископаемые и сырьевая база – основа национальной безопасности и экономического суверенитета страны. Нефтегазовая отрасль – это высокотехнологичная сфера, развитие которой дает мощный импульс для комплексного улучшения инфраструктуры, роста промышленности, доходов бюджета и создания в республике высококвалифицированных рабочих мест. Поэтому в новом году продолжим последовательно развивать нефтегазовый потенциал Калмыкии. В Лаганском районе будет перезапущено Каспийское нефтяное месторождение. Его эксплуатация была остановлена в 2009 году за нарушение условий лицензионного соглашения со стороны компании-недропользователя. Благодаря росту внимания к месторождениям в Калмыкии и постепенной перестройке отрасли, Роснедра планирует перезапустить использование месторождения и привлечь для этого инвестора, который определится после аукциона. Также по результатам георазведочных работ на Хабтагайском участке выявлено несколько перспективных зон, где могут находиться значительные нефтегазонакопления. Вместе с Роснедрами готовим эти участки для привлечения инвесторов с целью дальнейшего изучения и открытия залежей углеводородного сырья. Продолжим вести геологическую разведку в регионе. По данным экспертов, в Калмыкии находится значительная ресурсная база, которая пока что мало исследована. Прямая линия с главой республики стала одним из значимых событий в конце прошлого года. Жители Калмыкии отмечают, что во время общения в режиме онлайн Бату Хасиков ответил на актуальные вопросы, касающиеся развития региона. Бату Сергеевичем были подведены итоги выполненных работ администрации Республики Калмыкии в уходящем году под его руководством. Это первая стратегически выполненная работа как по водоснабжению населения, в котором так нуждается народ. Это коммунальные услуги ЖКХ, это социальные выплаты для населения, это сдача новых квартир и объектов, это сельское хозяйство, поднятие и поддержка предпринимателей. Целостно я очень доволен подробным выступлением и обращением к народу. Жители Республики задавали вопросы и было очень приятно, что Бату Сергеевич очень подробно осветил каждый вопрос. Каждый житель получил ответы на те вопросы, которые его волнуют. Нам, учителям, особенно приятно было услышать, что проект капитального ремонта школ продолжится в 2023 году. Ведь мы очень ждем, когда нашу школу отремонтируют, и она станет очень светлой, красивой, которой будет приятно заниматься нашим детям. Действительно, такие эфиры, они очень полезны, они способствуют открытости. Жители могут получить информацию, как говорится, из прямых уст. Огромное спасибо за ваше внимание Целинному району и нашим сельским поселениям. За годы вашей деятельности была проделана огромная работа во всех направлениях. 11 января отмечается День заповедников и национальных парков России. Заповедники России сегодня это чуть ли не единственные места, где природные комплексы практически не испытывают негативного воздействия деятельности человека и поэтому находятся в состоянии наиболее приближенным к естественным. В Калмыкии находятся 4 особо охраняемых территории федерального значения и 19 регионального. В ведении государственного заповедника Черные земли находятся три заказника федерального значения Меклетинский, Сарпинский, Харбинский. Все они служат делу сохранения степных и полупустынных мест обитаний, являющихся домом для популяции сайкаков серого западного Прикаспия, а также других знаковых для нашего региона видов – степных орлов, журавлей красавок, малых сусликов и других. Прокуратура Экибрульского района приняла участие в рассмотрении уголовного дела о мошенничестве в сети интернет. Судом установлено, что обвиняемый, будучи несовершеннолетним, в конце октября 2021 года в городе Уфа Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети интернет через чат-бот в мессенджере разместил фиктивную заявку о продаже товара. Он, представившись менеджером одного из интернет-магазинов, отправил на абонентский номер потерпевшей сообщение с предложением приобрести товар со скидкой. Ей он скинул ссылку, по которой, введенная в заблуждение, женщина перешла и заполнила данные своей банковской карты, оплатив тем самым товар. В связи с тем, что товар из-за технического сбоя не успели оформить, менеджер попросил ее опять ввести код, после чего у нее со счета повторно списались денежные средства. В дальнейшем менеджер ее заблокировал. С учетом мнения государственного обвинителя, признания вины, раскаяния и молодого возраста злоумышленника, а также возмещения ему ущерба потерпевшей судом, мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В республике сотрудниками МВД по Калмыкии задержан мужчина, подозреваемый в краже денежных средств. В декабре 2022 года в МО МВД России Малодербетовский поступила информация о том, что у местного жителя из домовладения пропали денежные средства. Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам местонахождения и личность злоумышленника были установлены. Как оказалось, накануне 55-летний местный житель, находясь в жилом помещении потерпевшего, воспользовался случаем, когда последний уснет и вытащил из кармана его брюк денежные средства в размере 15 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленник в содеянном признался, он был задержан и доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Калмыкии подросток подозревается в совершении ДТП, в результате которого погиб 53-летний мужчина. В 8 января 2023 года около 1 часа ночи несовершеннолетний подозреваемый, управляя автомобилем марки Ниссан Куб, не имея водительского удостоверения, подтверждающего право на управление транспортными средствами, на пересечении улиц Октябрьская и набережная в селе Кагульта Кичневерского района республики Калмыки совершил наезд на 50-летнего местного жителя. В результате аварии потерпевший скончался на месте происшествия. После дорожно-транспортного происшествия подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле марки Ниссан Куб. Благодаря оперативным действиям следователей и сотрудников полиции водитель был задержан. В следующее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств совершенного преступления. В Калмыкии за последние сутки подтверждено 6 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением выписаны 6 пациентов, четверо жителей республики проходят лечение в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи. С начала пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода. Река Элистинка расчищена до наступления весенних паводков. В результате негативного воздействия русловых процессов, в том числе ежегодных паводков, разрушению подвергались оба берега реки Элиста. В результате чего береговая линия приблизилась к жилым домам. Существовала большая вероятность затопления и угрозы смыва частных домов и объектов экономики во время повторного паводка. Жители обратились с просьбой решить проблему главе Республики и Фрегиональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Расчистка не велась уже несколько десятилетий. В июле 2022 года были начаты руслоочистительные и дноуглубительные работы на реке Элиста, берега которой сильно заросли камышом и другой растительностью. Была поставлена задача завершить работы в 2025 году. На эти цели федеральный центр направил Республике более 35 миллионов рублей. По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкия Ачара Джамбинова, работы были завершены раньше срока. Подрядчик отчитался, что 30 декабря 2022 года все работы были выполнены, сказал министр. Расчистка русла реки произведена до параметров, обеспечивающих безаварийный пропуск максимальных расходов весенних паводков общей протяженностью 9 километров. При выполнении работ решилась и еще одна проблема. Несанкционированные врезки по сбросу сточных вод в реку были ликвидированы. В 2023 году размер жилищного сертификата составляет более 1 миллиона 700 тысяч рублей. При этом срок его действия составляет один год. До 1 июля Министерство образования и науки Калмыкии принимает заявки на получение жилищного сертификата на покупку жилья детям-сиротам, сообщает прислужба Министерства. Право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение жилищного помещения имеют лица, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, данные граждане не должны иметь судебного решения на обеспечение жилым помещением. По вопросу предоставления социальной выплаты на приобретение жилищного помещения можно обратиться в Региональное министерство образования и науки, кабинет номер 124, или же по номеру телефона 40729, сектор защиты прав детей. Прошлый год для жителей села Троицкое стал радостным. Несколько улиц, на которых десятилетиями не производился ремонт, были отремонтированы. Действуя в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», подрядчикам был выполнен не просто капитальный ремонт дорожного полотна, но и расширена проезжая часть, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, возведены барьерные ограждения, а также нанесена разметка. Мы находимся на улице Ленина, также отремонтирована улица Гоголя, улица 50 лет победы, улица Солнечная. Я здесь живу, здесь родился в селе, значит, это было где-то в 70-х годах, была дорога, она была вся полностью разбита, давно не делается ремонт, но благодаря этой программе мы сделали эту дорогу. Протяженность дороги 2,8 километров, установлено, значит, 4 остановки, значит, также сделаны пешеходные переходы, как вы видите, с бордюрами, с отбойниками полностью, значит, также стоит разметка. Кроме этого, в рамках реализации национального проекта в трех населенных пунктах Целиного района завершились работы по строительству дорожного полотна и обустройству прилегающей территории. Помимо сельских дорог, большое внимание уделяется ремонту дорог, ведущих к социально значимым объектам, детским садам, школам, больницам, отметил глава Целиного района Эрдния Пеев. Мы отремонтировали подъездные дороги к поселку, значит, Харбулук, к селу Вознесеновка, 4 километра мы отремонтировали текущим ремонтом, это к поселку Верхний Яшкуль. Текущим уже в настоящем 2023 году будет продолжена работа по ремонту, капитальный ремонт будет произведен у нас в поселке Верхний Яшкуль, оставшиеся 4 километра. Значит, конкурсные процедуры уже провели, контракт уже муниципальный заключен и с наступлением тепла работы будут уже возобновлены по капитальному ремонту подъездной дороги к поселку Верхний Яшкуль. Конечно, у нас, во-первых, сам райцентр очень большой и подъездные дороги у нас еще требуют ремонта, не все, но требуют, поэтому на этом мы не заканчиваем свою работу, будем продолжать. И в 2023 году мы будем завершать работу по обустройству улицы 50 лет победы, сумма уже нам известна, это порядка 8 миллионов рублей, проектно-смертная документация готова, экспертиза пройдена. Ну, с наступлением тепла будем проводить уже все процедуры конкурсные для определения подрядчиков. В сентябре 2022 года на базе колледжа искусств Минченкушева была открыта школа креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства республики. Основной задачей школы является обучение детей в студиях по направлениям графический дизайн, анимации 3D-графика, фото- и видеопроизводство, основы звукорежиссуры и современная электронная музыка, интерактивные технологии VR, AR, MR. На сегодня в школе обучается более 120 детей, которые могут реализовать свой творческий потенциал в современных студиях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и специализированным программным обеспечением. Минцифры Калмыкии приглашают школьников принять участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». На очередном Всероссийском образовательном проекте школьники познакомятся с IT-профессиями в метеорологии, а также с ролью современных технологий в работе метеорологических станций. Материалы к уроку разрабатывались ведущими технологическими компаниями. Образовательные модули пройдут с 16 января по 5 февраля, но уже 12 января педагоги могут присоединиться к открытому уроку цифры на сайте проекта урокцифры.рф. Завершилась и российская акция «Новый год в каждый дом», сообщает Республиканское агентство по делам молодежи. В Калмыкии в рамках акции поздравили 350 семей, более 70 волонтеров и 22 некоммерческие организации приняли участие в акции. 500 детей и семей мобилизованных граждан посетили елку главы республики. 50 детей и семей мобилизованных граждан приняли участие в новогоднем представлении команды молодежки Народного фронта. 35 детей получили подарки в Республиканской детской больнице. Две семьи посетили балет «Щелкунчик» в Большом театре Москвы. В городе Сенгиле и Ульяновской области прошли межрегиональные тренировочные сборы по токвандо под руководством заслуженного тренера России Евгения Головихина. В сборах приняли участие спортсменки из Калмыкии Вероника Базаева и Даяна Бадмаева. Тренировки также посетил российский спортсмен Владимир Минеев, который поделился с участниками опытом и знаниями. Впереди у спортсменок важные соревнования первенства Южного федерального округа по токвандо среди юниоров-юниорок 15-17 лет. И последнее. По данным Калмыцкого центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 12 января в Республике ожидается усиление восточного ветра с паровыми до 23 метров в секунду. В связи с этим прогнозируются происшествия, связанные с повреждениями легких строений, рекламных конструкций, повалом деревьев, порывом линий электропередач, нарушением работы систем жизнеобеспечения населения. Гражданам Республики рекомендуем быть предельно внимательными и осторожными. Субтитры создавал DimaTorzok